Коллеги, добрый день. Я предлагаю начать нашу дискуссию по времени, потому что все уже в сборе, основные слушатели и спикеры тоже. Мы рады снова вас видеть на нашем ежегодном форуме, который вот уже в третий раз проходит в Сочи и традиционно приветствует нас своей хорошей погодой и гостеприимством, что, наверное, создает вот ту незабываемую атмосферу и помогает нам в нашей работе, в нашем интересном обсуждении. Коллеги, мы сегодня начинаем дискуссию на тему Fast Payments – мир и мы. Это действительно одна из самых актуальных тем, которая стоит на сегодняшней повестке дня. Позвольте мне в первую очередь представить наших уважаемых спикеров. которые примут сегодня в обсуждении этой темы. Ян Гаузден – управляющий директор по развитию бизнеса компания VKLink. Владимир Комлев – генеральный директор АОНСПК, оператор платежной системы МИР. Екатерина Петелина – генеральный директор ВИЗа в России. Роман Зильбер – член правления «Рафайзенбанк» России, руководитель департамента по работе с физическими лицами и малым бизнесом. Екатерина Волынец – компания Samsung Electronics в России, руководитель направления «Мобильные платежные сервисы». Элли Ласкер – руководитель по внедрению быстрых платежей Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT. И я – модератор этой секции. Бакин Алла – директор департамента национальной платежной системы Банка России. Итак, в мире уже давно мы видим эту тенденцию. Во многих странах системы быстрых платежей успешно работают. Где-то они на стадии внедрения и вот-вот ожидаются к запуску. Безусловно, широкое распространение мобильных устройств, сервисов, которые предоставляют потребителю необходимую возможность быстро и удобно совершать платежи, стали ключевыми предпосылками востребованности этого сервиса и у нас в России. Несколько цифр, которые, в общем-то, тоже это подтверждают, что у нас неуклонно растут безналичные переводы. Только за 4 года, с 2016 по 2018, по первую половину 2018 года, эта цифра выросла более чем в два раза, с 25% до 54%. 97 из 100 платежей совершались в 2017 году физическими лицами дистанционно. При этом каждый пятый такой платеж через интернет или устройство мобильной связи. Создание системы быстрых платежей в России – это, наверное, один из ключевых проектов развития национальной инфраструктуры. Сегодня ряд игроков, и эта тема тоже сегодня утром затрагивалась, уже предоставляют в том или ином формате эти сервисы внутри своих банков или банковских групп. Но крайне важно, чтобы у потребителей, у физических лиц, у наших граждан была возможность совершать межбанковский перевод быстро, удобно, безопасно и, главное, недорого. Система быстрых платежей позволяет это сделать. И как раз сейчас над запуском этой системы мы совместно работаем. Банк России, Национальная система платежных карт, Ассоциация по развитию финансовых технологий и банками, участниками этой системы. Кроме того, реализация этого проекта, конечно, будет способствовать повышению финансовой доступности услуг при обеспечении безопасности, что является крайне важным в современных условиях, и в целом снизить издержки всех участников системы. У нас на сегодняшний день технологическая платформа разработана. И НСПК, и Банк России недавно завершили успешное тестирование этого взаимодействия. И так как мы и планировали, с ноября на пилотной группе банков мы начинаем уже тестирование с кредитными организациями. О том, какие возможности у нас дает система рынку, его участникам, о чем следует помнить, какие опасности могут возникать, как следует учитывать международный опыт, который явно совершенно разный в зависимости от страны к стране, и как конкурировать при этом, мы сегодня в рамках наших дискуссий поговорим. И мой первый вопрос как раз к Владимиру Комлеву. Операционную и клиринговую функцию создаваемой системы у нас будет выполнять Национальная система платежных карт. Валусь, расскажите, какой подход к построению инфраструктуры системы был выбран? Модернизация действующей, той, на которой сейчас работает платежная система МИР, или создание новой? И какие преимущества от этого получат банки? Добрый день, дамы и господа. Спасибо большое за предоставленную возможность здесь выступить. Мне очень понравилось название сессии МИР и мы. Это не тот мир, который платежная система наша, и в этом, наверное, от этого хочется перейти как раз к ответу на вопрос. Строится принципиально новая платформа. Она, более того, перед нами даже стояла задачей, стоит до сих пор сделать так, чтобы эта платформа была отделяема от НСПК, и чтобы она при тех или иных условиях могла бы существовать независимо вообще. Но, тем не менее, на сегодняшней стадии, конечно, мы, что сделали, мы используем в большой степени те технологические знания и наработки, которые мы получили, работая с карточными транзакциями. Что я имею в виду? Что технологии и самые современные способы онлайновой обработки сообщений, мы все, чему научились, все самое лучшее мы используем в этой новой платформе. Но платформа принципиально новая, она принципиально другая, требует других форматов, других подходов, других принципов обработки этих операций. Что здесь важно, вот то, что мы говорим об отделяемости этой платформы, тоже, наверное, важный момент, что оператором этой системы, это действительно национальная платформа, это сервис уровня национальной платежной системы, и оператором, естественным образом, является Банк России, это важно. Мы являемся действительно здесь техническим провайдером, который должен в режиме 24 на 7 с высочайшей доступностью системы и отказоустойчивостью эти платежи обрабатывать как процессор и давать соответствующую отчетность и обеспечивать взаимодействие между всеми участниками и игроками этой инфраструктуры, этой экосистемы. Уже действительно определены сейчас стандарты, форматы, операционные модели, разворачиваются вот уже полномасштабные боевые центры обработки данных, и мы на эту систему выделили, ну действительно, все самые передовые, самые лучшие ресурсы технологов, айтишников, которые у нас в компании на сегодняшний день есть. Ну и, безусловно, смотрим, стараемся смотреть на международный опыт, где, как, какие платформы реализовывались, может быть, не с точки зрения конкретных технологических решений, нам очень интересно в том числе, а что не сработало, что не получилось, как можно какие-то грабли попробовать обойти. Видим основной здесь, наверное, момент такой, что успех или не успех этой платформы и вообще системы быстрых платежей. Было интересно, например, сегодня слушать вообще главную пленарную сессию. Там очень много внимания и такого пикировки было посвящено в том числе и системе быстрых платежей, то, как она у нас существует на сегодняшний день в России с доминирующей ролей Сбербанка, и как она должна бы развиваться, какова здесь роль именно регулятора и оператора данной платежной системы и вот новой экосистемы, которая строится. Но должен быть максимально простой, удобный, понятный пользовательский опыт. Все, что мы делаем сегодня исходит из того, чтобы клиенту было максимально удобно, выгодно, надежно проводить такого рода операции. И часто спрашивают, вот тоже, может быть, залезу на чье-то другое сейчас выступление, на чье-то чужое, но тем не менее не могу не отметить. Нас спрашивают, а как вот вы будете, у вас же и карточные платформы, и вот эта платформа, как они будут между собой делить рынок. Вот я, например, лично уверен, что платформа быстрых платежей в первую очередь будет залезать на территорию наличных денег. Это наш, я думаю, совместный интерес всех платежных систем существующих, интерес регулятора, интерес экономики, развитие еще одного эффективного, недорогого и надежного канала против хождения наличных по рынку. И вот здесь, мне кажется, все интересы всех участников именно совпадают. Мы, с своей стороны, прикладываем все усилия, чтобы платформа действительно была максимально отказоустойчивой, юзер-френдли. Над тем, что такой вот клиентский опыт, мы работаем, наверное, 70% того времени, которое сегодня уделяется этой платформе. Спасибо. Спасибо большое. Да, действительно, очень важно удобство клиента, именно простота при осуществлении таких переводов, доступность. И поэтому, скажем так, ключевым идентификатором в системе будет номер мобильного телефона. Именно с помощью номера мобильного телефона клиенты смогут переводить деньги своим друзьям, родным, близким, переводить на свои собственные счета, открытые в других банках, оплачивать мгновенно платежи, погашать задолженность по кредиту и так далее. И такой платеж с помощью номера телефона, такой подход используется во многих странах мира. Поэтому здесь, наверное, на самом деле очень важно понять, как такие системы, скажем так, взаимодействуют с другими провайдерами платежных услуг. У нас сегодня вопрос, вот у меня в этой связи, к Екатерине Волынец. Катя, вот какие ожидания у компании Samsung от появления на нашем рынке при осуществлении P2P-переводов по номеру телефона у вашей компании? Что вы видите для себя вот с точки зрения развития бизнеса? Добрый день. Прежде всего, разрешите поблагодарить за возможность участия на этом важном для индустрии форуме. Я рада приветствовать и коллег, и знакомых, и всех наших партнеров. 29 сентября компания Samsung отметила два года сервиса Samsung Pay в России. Сегодня число транзакций, совершенных через мобильный платежный сервис, превысило в мире 1,3 миллиарда. И мы очень рады видеть, что именно российский Samsung Pay является лидером по количеству операций на один токен и по доле активных пользователей. Мобильный платежный сервис меняет модель поведения пользователя в нескольких направлениях. И это прежде всего связано в структуре и методах используемых платежей. Компания Samsung проводила исследования, и по результатам этих исследований стало очевидно. Те, кто не использует мобильный платежный сервис, платят банковской картой в 47% в случаях ИСТА и используют наличные денежные средства для оплаты покупок в 30% в случаях ИСТА. Те же, кто хотя бы один раз воспользовался для платежа картой в приложении Samsung Pay, начинают использовать сервис при каждом удобном случае, используют банковскую карту только в том случае, если сервис недоступен для оплаты и оставляют на оплату наличными не более 13% в случаях ИСТА. Кроме того, исследования показали, что наличие платежной технологии на смартфоне является очень важным для пользователя. Так, 77% респондентов отметили, что они даже не будут рассматривать для покупки устройства, которые несовместимы с платежным сервисом Samsung Pay. 93% ответивших отметили, что для следующей своей покупки они рассмотрят технологически более сложное устройство, то есть более дорогое устройство. Свыше 80% респондентов, которые являются пользователями Samsung Pay, подтвердили высокий уровень доверия к надежности решения и уверенности в том, что даже если устройство будет украдено, с его данными ничего не случится, они останутся в безопасности. При этом, чем активнее пользователь в Samsung Pay, тем уровень такого доверия выше. Сегодня сервис доступен для широкого диапазона модели устройств, включая и устройства из среднего ценового сегмента, низкого, флагманы. Был выявлен интересный нюанс. Анализы поведения пользователей сервиса по данным партнерам показывают, что даже если пользователь является владельцем флагманского решения, его поведение далеко не всегда отличается премиальностью, несмотря на то, что зачастую они являются держателями премиального банковского продукта. Среди них очень популярны, как оказалось, покупки в таких супермаркетах, и гипермаркетах, как Ашан, Перекресток, Пятерочка, Лента, угощения в ресторанах быстрого питания, которые традиционно не относятся к категории премиальных покупок. С чем это связано, еще предстоит более детально проработать, но уже сегодня можно сказать, что мобильный платежный сервис помогает партнерам лучше принимать своих клиентов. Сегодня сервис Samsung Pay доступен для карт международных платежных систем MasterCard, Visa, национальной платежной системы МИР. Доступен для оплаты на любом платежном терминале, в мобильных приложениях и на интернет-страницах интернет-магазинов, для снятия наличных, а также для свершения денежных переводов. Денежные переводы Samsung Pay сегодня – это переводы в рублях между картами российских банков. Сервис представляет из себя уникальную комбинацию технологий Samsung Pay, сервисы токенизации платежных систем MasterCard и Visa и возможности денежных переводов по номеру телефона, которые обеспечиваются банком ВТБ и процессинговой компанией Мультикарта. Денежные переводы Samsung Pay – это очень важный технологический шаг в развитии безналичной индустрии и денежных переводов в частности. Сервис помогает совершить перевод буквально в несколько кликов без сложной верификации для отправителя, достаточно биометрической верификации, без необходимости вводить, передавать номер карты от получателя. Кроме того, отправитель имеет возможность в онлайн-режиме отслеживать статус денежного перевода и при необходимости отменять его, безусловно, при условии, что получатель его еще не акцептовал. Сам получатель может быть пользователем Samsung Pay, может не быть пользователем сервиса, может даже не быть владельцем устройства Samsung. Когда мы совместно с нашими партнерами планировали запуск данного сервиса, наши ожидания были достаточно скромными. Мы надеялись, что спустя 3 месяца после запуска при хорошем раскладе 10% пользователей Samsung Pay будут активными пользователями этого сервиса и средний чек будет составлять 4000 рублей. Первые дни запуска сервиса показали высокий интерес пользователей к нему. Перешли на новую версию приложения свыше 80% пользователей буквально в считанные дни. За первые 2 недели после запуска сервиса сервисом воспользовались 10% уникальных пользователей сервиса. Средний чек сегодня варьируется в коридоре от 7-10 тысяч рублей. Буквально немного времени осталось до конца октября и мы ожидаем, что оборот по денежным переводам превысит половину миллиарда рублей и в ближайший год превысит порог одного триллиона. Результаты превзошли все наши ожидания. Сервис реализован таким образом, что его легко развивать на другие регионы и этим сейчас компания плотно занимается. Задавать тренд для развития платежных сервисов и технологий совместно с партнерами стало очень хорошей традицией для Samsung именно в России. Те сервисы, которые сегодня доступны в приложении Samsung Pay, а это включая и возможности выбора и оформления заявки на финансовые сервисы кредитных организаций в России, который реализован в партнерстве с компанией Банкеру, являются надежным инновационным решением, которое дает возможность владельцам устройств делать привычные вещи гораздо проще, гораздо быстрее и безопаснее. Компания Samsung продолжит развивать сервисы Samsung Pay в этом направлении с тем, чтобы совместно с партнерами предлагать клиентам новые возможности и делать цифровое будущее ближе уже сегодня. И те усилия, которые нужны для внедрения таких решений, как показывает практика, полностью оправдываются. В итоге миссия Samsung Pay и наших партнеров в России повысить уровень счастья наших клиентов. Не правда ли? Спасибо. Спасибо большое. Действительно, счастье пользователей, наверное, первостепенная задача любого сервиса. И не только счастье, а чтобы, конечно, действительно клиент чувствовал при комфорте и простоте осуществляемых операций свою защищенность и безопасность своих операций, и гарантированность. То есть окончательность расчетов, конечно, здесь крайне важна. Спасибо большое, Кать, за рассказ о том, как Samsung работает на этом рынке. Действительно, мобильные сервисы развиваются очень быстрыми шагами. И я думаю, что многие это чувствуют, потому что являются пользователями. Поскольку конечные пользователи, если мы все-таки вокруг системы быстрых платежей ведем эту дискуссию, будут получать доступ к сервису через мобильные приложения, которые им банкам предоставляют, я думаю, что у вас широкие, скажем так, перспективы сотрудничества и в этой области будут тоже. Хорошо и здорово работать с опытными партнерами, которые имеют уже исторически накопленный опыт по построению тех или иных сервисов, тех или иных платформ. Поэтому я следующий свой обзор хотела, следующий свой вопрос адресовать нашим зарубежным гостям, которые участвуют в нашей сегодняшней дискуссии. Ян, вот Увоколинг действительно большой опыт в построении подобных систем в самых разных странах. Например, вот в Великобритании система строилась при вашем участии и была построена одной из первых. Затем вы запускали подобный сервис в Таиланде. Были ли принципиальные отличия в запуске этих двух систем в этих странах? Сделали бы вы что-то по-другому, если бы сейчас строили эти системы? И, может быть, вы сможете назвать те критически важные вещи, на которые при построении следует обращать особое внимание? Спасибо. Большое спасибо, Алла. Большое спасибо всем. Я очень рад, что сегодня имею возможность рассказать о своей платформе. Мне очень также приятен высокий уровень интереса к теме быстрых платежей. Как уже было сказано, я работаю в Увоколинг, и Мастеркард купил нас 15 месяцев назад, и теперь мы часть Мастеркарда Интернешнл. 12 лет назад, довольно давно, не правда ли, 12 лет назад мы только звонили с вот этих железяк, у нас были самые примитивные приложения, и прежде всего смартфон был телефоном, может быть, там был календарь, еще что-нибудь в этом духе, но никаких банковских, например, транзакций не было. И когда мы начали работать над этим в Великобритании 12-13 лет назад, в 2006 году, действительно, это был другой мир, и мы поначалу, конечно, функционал был очень ограничен, можно было переместить средства с одного счета на другой. Как это происходило? Вы звонили в банк и просили сделать перевод. Или там был сложный процесс, когда нужно было войти в свой счет, и там уже самому сделать перевод. Однако система для этого функционала была очень успешной, но, как вы понимаете, действительно, за эти 10 лет, что она существует, мир очень сильно изменился. При том, что ряд основных задач остался тем же, и Владимир уже об этом говорил. Доступность 24 на 7, абсолютное доверие и безопасность системы, и, конечно, легкость доступа и удобство в использовании. Должна быть умная система, простая система и безопасная система. Три ключевых слова, которые мы выбрали 12 лет назад, остаются ключевыми и на сегодняшний день. Однако то, как именно мы взаимодействуем с банковскими системами на сегодня, изменилось очень сильно. Fast Pay, быстрые платежи также очень изменились в Великобритании, в частности. Как я уже говорил, там собирались только банковские переводы, и можно было оплатить счет какой-то компании, можно было сделать перевод другому физлицу. Однако объем переводов был довольно скромный. Затем мы расширили функционал, и теперь у корпоратов есть отдельный прямой доступ, и можно взаимодействовать между корпоративными и частными счетами. И сейчас мы видим, уже появляется OpenBank, приложение на основе финансовых технологий, доступность этой системы для целого ряда игроков, которые не обязательно являются представителями банковского сектора. 12 лет назад объемы были скромные, но приличные, безопасность была высокая, однако было очень много ограничений. В Таиланде мы запустились около двух лет назад. Основная система та же, однако сейчас можно только не сделать перевод, но и запросить перевод, то есть деньги могут приходить вам. Если, например, вы мне должны, то я могу послать вам запрос. Сейчас данных намного больше, и это не только короткое сообщение, основанное на карточном стандарте сейчас. Это новый ISMO 2022 стандарт, где качество данных намного выше. В Великобритании на данный момент мы это используем для клиринговых операций по чекам в тот же день. Сейчас, конечно, транзакции стали глубже, если можно так сказать, благодаря этим данным. Одновременно можно лучше интегрировать это с корпоративными системами переводом, и преимущества такой системы касаются не только P2P аудитории. Это сейчас работает и для бизнесов, и для целого ряда других агентов на этом рынке. И вся цепочка меняется. Алла уже говорила, что номер мобильного может быть своего рода прокси по отношению к вашему банковскому счету. В Великобритании это 8 лет процесс этот шел для того, чтобы запустить быстрые платежи на основе номера телефона. 12 лет назад мы задумали эту систему, и поначалу мы не думали, что мобильный телефон может быть этим прокси. Никто еще не совершал транзакции на мобильном. Это пришло намного позже. Если можно доверять... Вернее, если вы попросили бы меня сравнить эти два опыта, в Таиланде за полгода 40% населения зарегистрировались. В Великобритании уже 10 лет сервис доступен, и до сих пор таких уровней регистрации нет. Поэтому сейчас то, что мы работаем с мобильными операторами, это действительно повысило намного нашу доступность. Уроки, которыми я могу поделиться, мы сделали ряд проектов в Великобритании, в Сингапуре, в Таиланде, я уже говорил, в США. И каждый из этих проектов по внедрению подобных систем подтверждал, что важным не забывать всегда о конечных целях. В Великобритании 10 лет назад мы просто хотели, чтобы платежи проходили быстрее. Нормальная задача, но не конечная, понимаете. В Таиланде видение было намного более четким, потому что они хотели привлечь малые и средние предприятия в банковскую сферу, сделать финансовые услуги более инклюзивными и получить доступ к как можно большой аудитории, как можно быстрее. Поэтому запуск проходил иначе. В Великобритании это была одна из первых систем в мире, поэтому мы очень медленно набирали людей. К сожалению, 10 лет прошло, и до сих пор мы не достигли уровня Таиланда, который был достигнут всего за несколько месяцев. Мне кажется, очень важно, чтобы вы услышали банки. И каждый банк, в зависимости от того, в какой они позиции, в каком они моменте, они дадут вам свои ответы. В Таиланде, кстати, на тот момент военные были у власти, поэтому это было введено указом. И указ требовал, чтобы у вас есть год для того, чтобы перейти на этот сервис. И поэтому не только быстрые платежи, но и быстрая имплементация там наблюдалась. Понятно, что и на тестовой фазе, конечно, все зависит, например, Владимир от вас требует, чтобы вы быстрее внедряли. Тестируй уже скорее, да? Но, конечно, нельзя жертвовать точностью, нельзя жертвовать безопасностью, хотя надо торопиться. Это несколько уроков. Я считаю, обязательно нужно делать это удобным. Страны начинают это делать на разных этапах. Начинаете ли вы на уровне P2P, например, или у вас, например, плохо работают биллинг и инвойсинг. Например, мне довольно трудно в США, например, оплатить коммунальный счет. Там до сих пор много чеков оборачивается. И, вообще-то, быстрые платежи, если их правильно внедрять, могут все это перевести в электронный формат. Это также меняет всю экосистему. Ждать ли нужно счета, пока вам его пришлют, и затем вы платите. Или послать запрос, когда это может работать мгновенно. И стоит намного дешевле для всей экосистемы, и, конечно же, для конечного пользователя. И, в конце концов, мне кажется, важно упомянуть о необходимости иметь глубокий и объемный стандарт данных. Чем больше данных вы способны передать в момент быстрого платежа, тем больше возможностей это вам дает. И дает вам возможность для донесения автоматизации и снижения затрат. Если вы внедряете сразу мощный канал с самого начала, то это открывает целый ряд возможностей для работы с финтеком и другими игроками, которые можно надстраивать над изначальным каналом, если он безопасный, масштабный и глубокий. И мне кажется, об этом нельзя забывать при внедрении таких решений. Спасибо большое. Действительно, это очень важные и ценные рекомендации, потому что, как Ян сказал, от выбора технологий зависит не только скорость внедрения, но и востребованность. Но здесь действительно еще очень важно понимать, что нужно рынку. Я, наверное, как раз у тебя спрошу такой вопрос. Австралия является таким примером одной из последних систем, которые в мире были внедрены, внедряются сейчас. И если уж действительно этот аспект был отмечен как один из наиболее ключевых, а какие потребности были действительно у австралийского рынка, их банки, что хотели, что заказывали? Вот вы, когда принимали участие в этом проекте, учитывали этот аспект? Или технологические современные решения были в первую очередь важны для того, чтобы быстроту, стоимость обеспечить, вот эти все нюансы, о которых действительно они очень важны? Спасибо. Ну, я думаю, что то, что интересно в Австралии, это, что они с самого начала не решили просто строить платежную систему для ненавидных платежей. Они тренинг, у них подход был более стратегический, значит, они решили усовершенствовать свою платежную систему вообще. Так что с этой точки зрения можно сказать, что их подход для нас является как best in class. Был действительно стратегический. Но они пришли к выводу, что надо действительно строить платежную систему для ненавидных платежей, и они поставили для себя очень точные цели, как Иоанн рассказал, это было важно. Но цели на самом деле простые, значит, система должна работать 24 на 7, работать в реальном режиме, передать полную информацию, так что эта система основана на стандартах ISO 20 022, и, конечно, чтобы она была удобна для пользователей. Это очень важно, если вы хотите, чтобы запустить систему, чтобы было удобно, и тоже стоимость низкая. Но это был первый вторая характеристика, это они действительно создали программу, чтобы внедрить эту систему. Они работали со всеми заинтересованными лицами, это были не только резервы банка, но все банки участвовали. И программу поддерживала компания консультантов международной компании. И там были созданы разные рабочие группы, которые рассматривали действительно все аспекты, не только технологические, а также юридические. и в конце концов они выдали RFP, request for proposal. Но Swift выиграл это RFP, и мы вместе с ними работали, чтобы внедрять эту систему. Но эта система немножко отличается от других систем, которые мы, например, другие страны тоже строим. Но первая характеристика, что австралийцы решили, что все платежи должны рассчитываться прямо в Центральном банке. Обычно если вы смотрели на такие системы, они осуществляют нету, а потом идет расчет через Центральный банк. А что касается австралийцев, они хотели снимать риски, ну как это снижать риски, снижать риски, и поэтому приняли решение как-то рассчитывать каждый платеж, розничный платеж через Центробанк. Вторая характеристика это система распределенная, это distributed system, как мы ее называем. В принципе, опять, если вы смотрите на такие инфраструктуры, там существует центральная инфраструктура, а австралийцы решили, чтобы не строить такую центральную инфраструктуру и работать через распределенную. Но что-то им дает, это дает устойчивость этой системе, так как если у вас есть, конечно, одна инфраструктура, если она прекращает работать, вся система останавливается с этой точки зрения, поэтому австралийцы приняли это решение строить такую систему. Они запустили эту систему в начале этого года успешно, на сегодняшний день идут где-то 250 тысяч платежей в день, но конечно, мы находимся в начале этапа запущения системы. Спасибо большое. Да, есть нюансы от стране к стране, действительно, в каждой стране есть особенности. У меня вопрос следующий, я хотела бы задать Екатерине Петелиной. Кать, вот скажите, виза, глобальная международная платежная система, которая очень давно, с 56 полгода на рынке, правильно? И 30 лет, как в России. Да, и 30 лет, как в России. Скажите, вот учитывая эту динамику развития системы быстрых платежей, как во всем мире, и вот то, что у нас сейчас происходит, какой вот свой опыт, да, и какие перспективы реализации данного сервиса вы видите вот именно в рамках своей платежной системы, где мы здесь можем сотрудничать для того, чтобы максимальное количество возможностей предоставлять нашим конечным пользователям, клиентам. Спасибо, Алла, и мне как раз очень нравится именно этот поворот разговора. мы говорим о естественной потребности человека или компании переводить средства безналичным. И в данном случае виза, как крупнейшая платежная система в мире, заинтересована в развитии любого вида безналичных транзакций. Я здесь соглашусь абсолютно с Владимиром Комлевым о том, что рынок платежей безналичных в России, по крайней мере, растет сейчас очень быстрыми темпами, больше 25% в год. Это огромные темпы роста. И растет он прежде всего за счет замещения наличных транзакций безналичными. Поэтому все здесь сидящие участники и НСПК, и Райфайзенбанк, и Виза, и Самсунгпэй, и Центральный банк, мы заинтересованы не столько в том, какой кусок пирога, на какой технологии кто откусит, а мы заинтересованы в том, чтобы растить сам пирог. Вот ведь что происходит. Мы заинтересованы прежде всего в том, чтобы и потребители, и банки, и Центральный банк получали безопасный, надежный, удобный, доступный, низкозатратный сервис. И что касается технологий, о которых Алла спросила, технологий карточных систем, технология Виза.нет это наш основной актив, наша процессинговая система, 65 тысяч транзакций в секунду способны обрабатывать, и на этой технологии тоже есть технология Push Payments, Push Payments, о которых говорил в том числе Иэн, который позволяет вот эти протяжи в режиме онлайн осуществлять и в формате P2P, человек человеку, и в формате P2M, человек мерчанту, и в формате M2P, так называемый Merchant Disbursements. Эта технология у нас есть, мы ее активно развиваем. При этом все-таки тема у нас мир и мы, и я начну наверное с нас. Мне тоже приятно подтвердить слова Екатерины Волынец, что Россия рынок очень развитый с точки зрения инновационных платежных сервисов. Она сказала, что для Samsung Россия лидирует по ряду показателей, я скажу, что для Visa в части мобильных платежей Россия тоже прочно входит в тройку лидеров, а в части именно P2P переводов Россия номер один для Visa. В части именно P2P переводов это самый крупный, самый большой рынок. Не Push Payments, оговорюсь, об этом скажу позже, но в части P2P переводов. И почему этот сервис так хорошо развивается? Мы запустили его, кстати, в 2008 году, то есть довольно давно, и сервис последние три года развивается по 80% в год. 80% в год. Я не знаю, Роман Граффайзенбанке какие цифры, но по цифрам в целом по банкам три раза увеличился бизнес за три года, что показывает, что люди в нем заинтересованы крайне. Почему? Потому что этот сервис онлайн, он мгновенный, в режиме онлайн. Я перевела сейчас, вы сейчас получили. Потому что он удобно зашит в инфраструктуру вашего мобильного банка. Того самого мобильного банка, в котором, по словам Инны, по словам Кати, человек обращается сейчас не то, что раз в день, а 5-10 раз в день заглядывает на экран. И мы, кстати, этот сервис будем дальше совершенствовать. И объявили уже о создании сервиса перевода не по 16 цифрам карты, а по номеру телефона. Это то, куда движется мир, то, куда движется виза, то, куда движется рынок российский. Если чуть-чуть перейти к глобальному опыту виза, то скажу, что P2P, да, Россия на первом месте, но есть другие сервисы, которые получили огромную популярность на других рынках. Например, вот те самые Merchant Disbursement, когда перечисляют мерчант потребителю. Какие для него есть use case? Приведу несколько примеров. Один из сервисов, который у нас очень хорошо взлетел, это сервис компании Lyft. Это Uber, Lyft, одинаковые по сути игроки в Америке. И, соответственно, Lyft перечисляет своим водителям зарплату, пользуясь вот этим сервисом, он у нас называется Visa Direct, но вот этим сервисом платежным, быстрыми платежами, построенных на основе карточных технологий. Другой пример, это, например, выплата страховых компенсаций. Компания Allstate, тоже одна из крупнейших страховых компаний, автострахованием занимающейся в Америке, перечисляет людям, пострадавшим, в результате каких-то историй, деньги, выплаты также на карту, мгновенно пользуясь технологией Visa Direct. Еще один пример, это переводы в рамках мессенджеров и в рамках социальных сетей. В России тоже сервис существует довольно давно, и в Одноклассниках реализованный, и в ВКонтакте. В других регионах мира мы это сделали с Фейсбуком, где уже миллион транзакций в день происходит именно на технологии Visa Direct в рамках сервиса Фейсбука, в рамках социальной сети Фейсбук. Ну и в целом 200 стран подключены к этому сервису, миллиард пользователей, то есть безусловно масштабы, скажем, не только российские, хотя по-прежнему горжусь, что мы первый рынок, но масштабы и мировые. Еще, кстати, один хороший пример, уже не Merchant to Person, а другой пример сервиса это компания Square. Наверное, знаете, это достаточно тоже крупная американская компания, которая решает проблему приема карточных платежей в мелких предприятиях. И вот там на нашей технологии реализован тоже моментальный сервис, когда само предприятие, компания может быстро перевести деньги на свой депозит в банке. То есть это уже Merchant to Bank, такой вид сервиса. Если говорить о системе быстрых платежей, так как ее обозначил Владимир, которая сейчас создается в России, здесь Россия абсолютно в мировом тренде. 30 банков в мире уже эту платежную систему подобную имеют, 35 стран ее строят, включая Россию. И, безусловно, это система, которая рынку нужна, для рынка полезна. Опять же, мы растим все вместе пирог. И здесь, наверное, нужно помнить, может быть, опыт карточных платежных систем пригодится в том, что построить рельсы – это одна часть. Есть еще много дополнительных сервисов, как называемых value-added services, которые тоже обязательно и в краткосрочной перспективе должны быть созданы. Это сервисы по рискам и предотвращению мошенничества. И это сервис токенизации, Катерина об этом частично говорила. Это, возможно, аналитические сервисы, об этом говорил ИЭН. Это сервисы по повышению уровня авторизации, чтобы действительно, ну, как бы мы знали, что если мы этой системой воспользуемся, то транзакция будет авторизована и она пройдет. И вот, строя основные рельсы, строя основную систему, надо не забыть о том, что над ней есть еще несколько уровней дополнительных сервисов, с помощью которых можно сделать систему более полезной, более надежной и более многогранно используемой. И здесь, я думаю, что опыт компании Visa и в целом опыт карточных платежных систем мог бы сильно пригодиться. Спасибо. Спасибо большое, Катя. Действительно, очень важная тема, потому что, конечно, это одна из основных стратегических целей любого регулятора действительно повышать долю безналичных операций, повышая прозрачность их, повышая безопасность для граждан при их осуществлении. Я хотела бы, Роман, вас спросить, вы у нас банк такой передовой, действительно, ваш банк участвует в пилоте, и вы планируете, наверное, одним из первых его как раз предложить своим клиентам. На что, какие планы есть у Рафаэйзенбанка в отношении этого сервиса, что вы будете предлагать клиентам, какие у них ожидания? Спасибо большое, очень интересная тема, я сидел и слушал, коллег Екатерина из визы очень здорово начала сказать, что есть естественная у человека потребность платить безналичным. Я думаю, что есть естественная потребность все-таки потреблять что-то, а безналичным уже мы помогаем. Я вот в этом отношении компания виза, я думаю, сделала за такой долгий срок больше, чем многие другие. Но мы со своей стороны тоже поддерживаем изо всех сил, и, конечно, потому что платежи и переводы это, другими словами, наверное, это основа банковского бизнеса, главная потребность клиента, почему он в банке открывает счет. Для нас это особенно важно, потому что у нас очень активные с платежной точки зрения клиенты, вот перед конференцией я попросил коллег посчитать, у нас, конечно, больше 60% это безналичные расчеты у наших клиентов, если сравнивать с объемом наличных, который они снимают, чтобы в дальнейшем, естественно, делать расчеты. Соответственно, сейчас это больше 60%, год назад это было 50 на 50%, то есть совершенно точно мы видим рост и как вот отмечали коллеги, конечно, этот рост очень сильно, как правильно сказать, подталкивается, стимулируется, вот как говорила Екатерина из Самсунга, стимулируется развитием использования именно мобильных устройств. И вот мне понравилось тоже Инпорт, то, что говорил, что в Таиланде, когда начинали выходить на рынок, люди были все с мобильными телефонами, уже привыкли им пользоваться, совершенно другая динамика. У нас сейчас, например, в банке больше 600 тысяч активных пользователей мобильного банка и это число, оно удвоилось за год. И проникновение у нас сейчас порядка 35% в активную базу банка, это там один из очень сильных результатов. 200 тысяч, больше 200 тысяч, наверное, сейчас ежедневно заходят в мобильный банк, то есть это такая динамика, люди используют. И, соответственно, вот инновации, которые в платежах тоже очень сильно связаны именно с мобильным банком, опять же, Екатерина из ВИЗ говорила о том, что мы одни из лидеров как страна в использовании платежей, в использовании всяких технологий, мы видим, что платежи через токены у нас сейчас порядка 15% карточных платежей. То есть 15% и это тоже доля удвоилась за год. То есть это просто растет какими-то геометрическими темпами, но, впрочем, не мне вам рассказывать, здесь многие люди из банков это хорошо знают. Другой, кстати, интересная вещь, мы реализовали вещь, такую, мони-дроп, это между двумя устройствами Apple можно перекидывать деньги друг к другу через Bluetooth. Очень симпатичная вещь, я попробовал, здорово, в первый месяц использования, попробовал 2000 клиентов, не считая сотрудников банка, мы думаем, пойдет дальше, тоже очень интересная технология. Вот, и, в общем, если говорить вкратце, что-то получается, что СБП очень нужен, потому что нужна любая система, которая дает клиентам возможность реализовать свои платежные возможности через мобильный банк, через мобильный телефон, мобильный банк, наверное, неправильно даже сказать, через мобильный телефон, и, соответственно, СБП отвечает этим условиям, потому что, опять же, основной сценарий это платеж через мобильный, и основной сценарий это мгновенный платеж, соответственно, он полностью отвечает этим средствам, и наши клиенты ждут, не дождутся, пока им откроется еще больше возможностей. И, естественно, платеж по номеру телефона, это тоже основной сценарий СБП, вот как показывает опыт Сбербанка, это крайне востребованная вещь. Мы думаем, что здесь очень правильно, что будет национальная система, которая, опять же, как обсуждали на утренней сессии даст равный доступ всем банкам. У нас, кстати, есть собственная система платежей по номеру телефона, опять же, реализованная среди клиентов Райфайзенбанка. Естественно, она не так масштабна, как Сбербанковская, но мы видим, какой тоже очень быстрый рост в этой системе. Сейчас мы регистрируем 200 тысяч транзакций в месяц, и они растут со скоростью 40-50% в квартал. Это, опять же, очень большая скорость роста. Екатерина, вы делились статистикой визы про то, что что-то растет на 80% в год, да, вот у нас есть вещи, которые растут на 40 в квартал, это быстрее. Вот я хотел сказать. Но, на самом деле, мы все видим, что эти вещи, конечно, очень быстро растут у всех. Соответственно, наличие такой национальной системы крайне полезная вещь, крайне нужная вещь, но с точки зрения клиентского опыта, вот Алла, отвечая, заканчивая отвечая на ваш вопрос, как мы видим это. Наверное, клиент наш должен в своем мобильном банке не видеть, какой стоит, грубо говоря, движок за его платежом. То есть, наверное, в той реализации, которую мы предполагаем, как целевую, мы будем видеть, что клиент будет вводить идентификатор, будет это номер телефона, QR-код, это тоже, я понимаю, одно из направлений дальнейшего развития СБП, какой-то другой идентификатор, и, соответственно, мы будем помогать маршрутизировать этот платеж таким образом, чтобы это было наиболее удобно, то есть, наверное, другими словами, быстро для клиента и дешево. Ну, естественно, банк будет, нужно создать какую-то логическую систему, которая будет это выбирать, и, наверное, опыт должен быть такой. Чего мы ожидаем от введения системы, еще это, конечно, улучшение клиентского опыта через снижение цен, любая конкуренция, снижение цен, и в этом отношении, ну, замечательно, что Центральный банк предпринимает усилия для того, чтобы помочь построить эту платформу, и она строится вместе с банками, это очень правильная, хорошее решение, которое мы поддерживаем, и наши клиенты от него получат какую-то пользу. Спасибо большое. Я очень рада, что у нас, на самом деле, остается 15 минут до конца нашей сессии, и я, наверное, хочу предоставить возможность задать всем нашим участникам несколько вопросов из зала, до конца секции остается время, просто несколько выводов, которые я себе зафиксировала по результатам того, о чем мы сегодня говорили. Действительно, востребованность клиентов в переводах, в удобных, в быстрых, есть, это свидетельствует вот все цифры, которые мы называли, используя совершенно разные сервисы, которые предоставляют все действующие игроки на нашем рынке. важны, чтобы сервис был безопасным, быстрым, надежным, удобным для клиентов, важно, чтобы клиент имел возможность сделать межбанковский перевод, и комиссия при этом должна быть минимальная. Все это создаст предпосылки для роста финансовой доступности, росту конкуренции, о чем все мы говорим, чтобы как раз и способствовать снижению этих комиссий, потому что чем больше игроков участвует, чем больше банков у нас будет в нашей системе, тем больше возможностей мы будем предоставлять нашим клиентам. Ну и вопросы безопасности, бесперебойности, надежности, они, естественно, должны быть у каждой системы, это, собственно, те опции, которые есть, и еще один, ключевая характеристика системы, это те дополнительные сервисы и те прочие возможности, которые клиенты будут получать. Но вот ровно над этим мы работаем вместе с банками, вместе с рынком. Мы изначально ставили такую задачу, что когда определяли, какие идентификаторы будут использоваться, какая этапность, какие сервисы именно будут востребованы, все это мы обсуждаем с банками. И если на первом этапе у нас номер действительно мобильного телефона является таким идентификатором, в последующем мы планируем туда добавлять и имейлы, и мессенджеры, и QR-коды, и все другие идентификаторы, которые у нас есть и будут появляться. То есть этот список открыт фактически. На первом этапе, конечно, это будут переводы между физическими лицами, себе и другим физическим лицам. А в последующем это и в пользу юридических лиц, как раз вот тот самый инвойсинг, о котором мы говорили, и оплата за различные товары и услуги, которые граждане получают. Вот, наверное, вот такие основные выводы, поэтому, конечно, мне, я как регулятор заинтересована вместе с рынком, чтобы как можно больше участников у нас было. Коллеги, пожалуйста, если есть какие-то вопросы к любому из наших сидящих здесь, задавайте, я тогда попрошу давать микрофоны, представляйтесь, пожалуйста, и задавайте вопросы, мы будем стараться на них ответить. Наружный Глеб, ВТБ банк. Хотели уточнить, вот, есть ли понимание сейчас уже сложилось ли того, как будет строиться тарификация для банков внутри системы СБП, вот, есть ли какие-то сейчас уже предпосылки к этому, и есть ли уже какие-то хотя бы примерные ориентировочные предположения, как это будет. Спасибо. Я так понимаю, что это ко мне вопрос. Хорошо, я отвечу. Ну, смотрите, мы действительно прорабатываем систему тарифов, она будет потранзакционная, ключевое условие, от которого мы отталкиваемся при формировании тарифов, что они должны быть минимальные для конечного пользователя, на уровне платежной системы, они точно будут значительно ниже действующих тарифов, которые сейчас Банк России взимает по расчетным операциям с банков-участников. Я конкретные цифры конкретно сегодня не называю, мы в самое ближайшее время выйдем с официальной информацией. Кирилл Пальчон Юнистрим У меня два вопроса. Первый вопрос планируется ли в связи с вводом данной системы упрощение требований по идентификации при переводах без открытия счетов, при платежах без открытия счетов. И второй вопрос планируется ли добавление других валют. Я с конца начну отвечать. Мы в Российской Федерации рассчитываемся у нас валюта расчетов это национальная валюта рубль, поэтому в платежной системе Банка России расчеты идут в рублях, поэтому и в системе быстрых переводов тоже будут они идти. В дальнейших конечно наших планах есть и трансграничное взаимодействие мы с нашими странными партнерами планируем эти мероприятия и конечно трансграничные операции будут осуществляться с учетом различных валют, но имеется ввиду, что исходящая валюта платежа будет национальная валюта, на том конце физическое лицо, если мы будем говорить об иностранных получателях, будут получать в валюте своей страны. Говоря о требованиях по идентификации, у нас есть законодательство, оно присутствует и собственно клиент, являясь клиентами банков, уже проходит все те требования, должен проходить все те требования по идентификации и процедурам, которые предусмотрены законодательством в области под ФТ и собственно они естественно будут сохранены, потому что безопасность в этих операциях крайне важна. на первом ряду если можно дайте микрофон. Кирилл Сириденко компания Мультикарта. Вопрос больше к Владимиру Комлеву. Я знаю, что вторым этапом развития системы быстрых платежей будет вывод системы в отношении между клиентом и торговцем. То есть фактически такой своеобразный инвойсинг, эквайринг. Можно хоть немножечко рассказать о том, как это планируется, когда это планируется и вообще какие-то такие. Потому что пока все это покрыто тайной, мраком. Здесь, наверное, не надо говорить о тайне или мраке. Здесь очень большая пока реальная неопределенность с тем, какой самый правильный сценарий. На самом деле, скорее, какие здесь будут сценарии, потому что сегодня то, о чем мы беседуем, мы беседуем уже с банками, с пилотными даже, это целый ряд возможных разных сценариев в зависимости от способа совершения операции, сегмента. Мы понимаем, что если быстрые переводы пройдут из мелких и средних предприятий, скажем, того же открытых продуктовых каких-то рынков, уйдут в более организованную и цивилизованную и крупную розницу, это два разных как минимум сценария того, как такие операции могут совершаться. много очень сейчас вопросов, над ними как раз работаем, сказать, что есть конкретные какие-то решения, я вот сейчас просто, Кирилл, не могу, действительно, идет интенсивная ежедневная работа, в основе которой лежит именно правильный клиентский опыт, потому что мы понимаем, что совершить перевод с телефона своему коллеге P2P это одна история, как телефон и СБП система быстрых платежей может стать в каких-то условиях более удобной, чем та же самая карточка или интегрированный карточный платеж, особенно с того же телефона с Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, да, вот все те системы, к которым сегодня граждане привыкли, что нужно сделать для того, чтобы в торговой точке клиенту было удобнее заплатить телефоном, как идентифицирует себя торговая точка, и если мы говорим сегодня, ведь один из самых основных моментов, мало, может быть, часа мы уделили внимание сегодня, но я бы хотел еще раз подчеркнуть, происходит на рынке, мне кажется, не просто появление системы быстрых платежей, расчетная система Банка России выходит на качественно новый уровень по транзакционной онлайн-расчеты между банками, вот это, мне кажется, очень важная вещь, и именно по завершении расчетов происходит завершение операции, как должна до торговца дойти, до крупного особенного, у которого серьезные кассовые комплексы стоят, информация о том, что на его счет в его банке капнули деньги, и эта информация должна дойти до кассы, вот эти интеграционные всевозможные системы и уровни, они пока, вот мы только о них думаем, разрабатываем, наверное, чуть проще это могло бы совершаться у торговцев такого более простого уровня, ИП и так далее, да, это там, где достаточно, наверное, того, что мы называем статичный QR-код, который идентифицирует этого торговца, и с помощью сканера на телефоне можно информацию о его данных получить сразу, но вариантов здесь очень много интересных рисуется и в интегрированных решениях, готового конкретного какого-то описания, мануала у нас нету, это не потому, что мы это завешиваем от внешних зрителей, какая-то есть тайна или мрак, нет, наверное, это пока покрыто какой-то завесой тайны, может быть, где-то для нас самих, но активная работа в этом направлении ведется. Присоединяйтесь. Я, если можно, Владимира, немного дополню, на самом деле, действительно, мы это и с банками обсуждаем, и вот коллеги наши, рассказывая о международном обыте, как раз об этом сказали, крайне важно при реализации того или иного сервиса учитывать потребность рынка, и здесь очень важно идти, не реализовать сервис ради сервиса, а идти от конкретных клиентских сценариев. Вот ровно сейчас мы этим и занимаемся, мы формируем эти сценарии, понимая там приоритизацию, что в начале, что в последующем можно сделать, но безусловно, это технологическое непосредственно решение, как конкретно там будут по проводам бегать информация, естественно, это уже в детальных документациях будет, и я думаю, что по мере готовности каждого сценария мы будем выходить с рынком, но мы сейчас так и работаем на площадке АФТ, каждый сервис обсуждается, описывается, и мы работаем над ним вместе с рынком. Я вяжу руку справа. Здравствуйте, Попов Александр, компания ТК-центр. Ну, чуть погромче, простите. Попов Александр, компания ТК-центр. Вот смотрите, в Банке России же есть полевые отделения, ну, то есть, которые, в принципе, выполняют функцию банков. Сейчас вы делаете некую платежную систему, платежный агрегатор, платежный сервис в исторической перспективе. Как вы думаете, ну, Банк России может поглотить банки все? Что-то, по-моему, совсем не про это история. Полевые учреждения это наше подразделение, наверное, это не имеет никакого отношения вот к тому, что мы сейчас обсуждаем. Мы создаем не новую платежную систему, мы создаем систему быстрых платежей, которая будет реализована на базе действующей платежной системы Банка России. И это будет третий сервис платежной системы наряду со срочным и несрочным. И его ключевым отличием будет именно режим работы, а именно 24 на 7 365 дней в году. Это мгновенный как межбанковский расчет, так и расчет между пользователями по корсчетам между банками, так и мгновенное осуществление перевода между плательщиком и получателем. Поглощать, конечно, мы никого не планируем. Спасибо большое, коллеги, за вопросы. Мы приглашаем банки присоединяться к нашему проекту. Те, кто еще только думает над этой историей, предлагаем присоединяться и к обсуждению по реализации дальнейших сервисов. Я надеюсь, что вы все уже, может быть, не как банки, а как физические лица, как пользователи сможете воспользоваться этим сервисом, потому что с начала 2019 года он будет нам доступен. И я надеюсь, что в следующем году в рамках Фенополиса мы сможем уже подводить первые итоги о том, как этот сервис работает, насколько он удобен и действительно решили ли мы и решаем ли те задачи, которые нам нужны, в первую очередь как пользователям, как гражданам. Спасибо большое. Я еще раз хотела бы поблагодарить всех наших участников. Спасибо за интересные и откровенные дискуссии. Спасибо вам, что пришли на нашу сессию. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...